Знаю, что тоже радует, но по-другому. То, что вы все собрались здесь, означает, что, по-видимому, вы знаете, кто я такой, так что представляться не надо. Все стихи и вся музыка, которая здесь позвучит, написана мной. Меня плохо слышно, Дима. Дима, говорят, что плохо слышно голос. Раз, два, три, три, четырнадцать. Три, четырнадцать, пятнадцать, девяносто два и шесть. Так, слышно сейчас? Вот. Как меня зовут, вы знаете? Живу я в одном городе, в этом, работаю в другом. Ращу своих детей, учу чужих. Пишу стихи, песни, прозу. Иногда еще занимаюсь. Редактируем литературного журнала. Правила проведения нашей речи вечера будут такие. Здесь прямо передо мной стул. На этом стуле шляпа. Видите шляпу? Перед шляпой я заранее приготовил три ручки. Они действуют проверенно. И кучу бумаги. Если вы захотите мне что-то сказать, это можно сказать, написав на этой бумажке и бросив в цирентах. То есть туда можно бросать все, что угодно. Цветы, золотые монеты, например. Да. Я вспоминаю, как в пабе про хеологию в Москве недавно был у меня концерт на троих с совершенно замечательными авторами Тикки Шельен и Иллет. И одной, то есть мне этот цикл прислали заявку на 200-рублевую купюру. То есть написали там название, то есть прямо на купюре. Так что может, в принципе, золотые монеты и заявки тоже. Еще, конечно, можно задавать мне вопросы тоже таким же образом. Ну, помните, как по рогу Сумуилу у Ильфа Ипетрова, да, почему в продаже нет животного масла. А на второй вопрос, который задавали, я заранее отвечаю «да». Так, пожалуй, мы начнем. То есть я не хочу тратить особо время на вступление, выступление и преступление, да, и всяческие комментарии. Я буду это делать по минимуму, чтобы успеть, наверное, больше спеть. Так что давайте сейчас... У концерта будет два отделения, между ними короткий перерыв. Каждый вечер, когда тебе кажется, что мир свихнулся, то есть, собственно, каждый вечер. Делай эту процедуру, если хочешь, чтобы и завтра проснулся, пожалей себя ты не вечен. Сядь напротив телевизора, выключи громкость и повторяй, не сводя глаз с экрана. Это не мой цирк, это не мои обезьяны. Это не мой цирк, это не мои обезьяны. Так говорил мой знакомец, он был не дурак, а не то литовец, не то поляк. Он однажды приснился мне, просто так, чуть спияно. Это не мой цирк, это не мои обезьяны. Не ищи ту логику в происходящих событиях, ее там не положили. Мир построен на двух китах, непонимании и мордобитии, мы всегда на земле так жили. А если ты один, тут царь, выцентавра, то вот мантра, твоя охрана, это не мой цирк, это не мои обезьяны. Это не мои обезьяны. Это не мой цирк, это не мои обезьяны. И с тех пор, если запад ползет на восток, или мусорный запах, а с виду цветок, я не ужас испытывать, ни восток не стану. Это не мой цирк, это не мои обезьяны. А если уж лезть, то по-настоящему, на мировое дерево, ведь ловче смотреть отсюда. Мировой океан просматривается от берега и до берега, ловучий театр абсурда. На дно лицо и люди, и лозунги, и верования, и страны. И это не мой цирк, это не мои обезьяны. Это не мой цирк, это не мои обезьяны. А что они кричат, то за здравную пьют, а у них там чат, то домашний уют, а что птицы над полем кружат, то поют. Соловьи Это был мой цирк, и все обезьяны мои. Это был мой цирк, и все обезьяны мои. Такая песенка, у которой смешная предыстория. Недавно был я в Казани на фестивале фантастики ролевых игр и вообще фэндома, то, что называется, под названием Зиландко. Огромный фестиваль на полторы тысячи человек, и там было очень много музыки. Дело происходило в Доме культуры, в Дворце культуры имени Ленина. Я выступал, у меня за спиной на меня пристально смотрели с одной стороны барельефом Макс, с другой сам, собственно, Владимир Ильич. А вот жили мы в санатории под названием «Тупо Лев». Написано было так, что оно было так «Тупо Лев». Тупо Лев. И шли мы каждый раз целой шеренгой из ДК Дома культуры в этот самый санаторий. И внезапно я вижу, что от нас отделяется группа явно нашего вида людей. И вместо того, чтобы как все нормальные, ненормальные ролевики, любители фантастики и так далее проследовать в гостинице «Тупо Лев», они сворачивают направо к ограде, подозрительно похожей на кладбищенскую. И тут у меня осенило, слушайте, у них там тоже слет. У них. Итак, родилась песенка под названием «Площадь Адью». Вы орали пароли, вы бедали дуэли, вам давали дам-де-пари. Я лежала в постели, шевелясь еле-еле, чтоб познать красоту внутри. Вы лихой мушкетер капитана Тревиля, а я дева с китайских вас. Дайте мне полежать в вашей могиле, я свою приглашаю вас. Вы лихой мушкетер капитана Тревиля, а я дева с китайских вас. Дайте мне полежать в вашей могиле, я свою приглашаю вас. Обмен Жил площадью, всю жизнь прошел площадью, Уже не жил площадью-дью, площадью-адью. Вы писали стихи, император Хаяна с вами восемь раз ночевал. Я, не знающий слов, человек-обезьяна, Души мамонта в себе живал. Вы играли нациты, я в изысканном стиле овеня кусал, Дикобраз, дайте мне полежать в вашей могиле, В свою предлажаю вас. Вы играли нациты, я в изысканном стиле овеня кусал, Дикобраз, дайте мне полежать в вашей могиле, В свою предлажаю вас. Обмен жил площадью, всю жизнь прожил площадью, Уже не жил площадью-дью, площадью-адью. Обмен жил площадью, всю жизнь прожил площадью, Уже не жил площадью-дью, площадью-адью. Я смогла победить самого Саурона Мой клинок в его грудь проник Только что мне с того, если бы из канона А меня породил фанфик Вы простой Орк Шагран, а я дочерин Диля Но свидетель святой Тулканс Дайте мне полежать в вашей могиле Я в свою приглашаю вас Вы простой Орк Шагран, а я дочерин Диля Но свидетель святой Тулканс Дайте мне полежать в вашей могиле Я в свою приглашаю вас Обмен жил площадью Всю жизнь прожил площадью Уже не жил площадью-дью Площадью-адью Обмен жил площадью Всю жизнь прожил площадью Уже не жил площадью-дью Площадью-адью Наши жизни держали миры и эпохи И другие диски судьбы Но поскольку нас нет То нам, собственно, пофит Кем же именно нам не быть? Даже хроность теперь Перед нами бессилен Даже топос пред нами паз Дайте нам полежать В нашей могиле Мы устроимся там без вас Даже хроность теперь Перед нами бессилен Даже топос пред нами паз Дайте нам полежать В нашей могиле мы устроимся там без вас. Обмен жил площадью, Всю жизнь прожил площадью, Уже не жил площадью-тью, Площадью-адью. Обмен жил площадью, Всю жизнь прожил площадью, Уже не жил площадью-тью, Площадью-адью. Перед тем, как мы начнём В.И.А. Что-то именно называется эта песня. Выключи их, пожалуйста. Пойду в бюро космического транспорта, Возьму билет до серебристой гавани, Чтоб без кредитной карточки и паспорта отправиться. В полёт после плавания, чтобы видеть, Как, забыв про нравы строгие, дракон гоняет. В небе зажав птицею, обоих нет. По данным биологии, но оба есть, По данным интуиции, чтоб быть в трактире С эльфами и гномами, под песней фей лесных И горных троллейгам. Да мир такой не найден астрономами, но может Дело передать астрологам, конечно, там Не меньшие опасности, чем в нашем мире. В повседневной серости, но нет зато Пугающей неясности в вопросах дружбы, Честности и верности лучше гибнуть. За кольцо всевластия в земле с прекрасным Именем Итилеен, чем от луча Банальнейшего бластера в руках Обычной панцирной лептилии. Есть, знаете, есть люди, которые пишут Очень много про любовь, есть песни, которые пишут Очень много про войну. Я, у меня так получилось, достаточно много Песен про конец света. Разного света, конечно. Ну вот, например, одна из них А когда придет пора Биться против сил добра Кто погонит нас сражаться В честь кого кричать «Ура!» А когда придет пора Биться против сил добра Кто погонит нас сражаться В честь кого кричать «Ура!» Кто нас разных поведет Безобразных поведет Честных вредных, чистых, грязных Тьмой откормленный народ А когда придет пора Биться против сил добра Кто погонит нас сражаться В честь кого кричать «Ура!» Кто сумеет на дорожку по-отечески проклясть А когда придет пора, биться против сил добра Кто погонит нас сражаться, в честь кого кричать ура Среди нас ни одного нету подходящего Дай-ка, брат, напишем светлым, пусть одолжат своего И еще такая песня, тоже про конец света Апатриотическая И я бы сказал, оптимистическая В некотором роде Вашими войнами мы силу обрели Новые люди прорастают из земли Бальдур проявится и станет вместе с ним Мир торжественен, ярости ли не объясни В древности пел прорицатель, чародей Был век железных, век каменных людей Все они сгинули, теперь ваш пробел час Мы пальцем не сдвинем, вы справитесь без нас Вашими войнами мы силу обрели Новые люди прорастают из земли Бальдур проявится и станет вместе с ним Мир торжественен, ярости ли не объясни Этого часа мы недолго подождем Землю очистите вы ядерным дождем Новая ненависть любовь искоренит Вот тогда мы поднимемся прямо сквозь гранит Вашими войнами мы силу обрели Новые люди прорастают из земли Бальдур проявится и станет вместе с ним Мир торжественен, ярости ли не объясни Бальдур сияющий, умерший за нас Кем ты окажешься в следующий раз Лекарем, пахарем, песней или ключом Но никак не обманщиком и не палачом Вашими войнами мы силу обрели Новые люди прорастают из земли Бальдур проявится и станет вместе с ним Мир торжественен, яростен и не объясни Словом мы вырастим новые сады В них незапретные новые плоды В долю получим все сокровища земли Вы могли быть на нашем месте, только не смогли Вашими войнами мы силу обрели Новые люди прорастают из земли Бальдур проявится и станет вместе с ним Мир торжественен, яростен и не объясни Вашими войнами мы силу обрели Новые люди прорастают из земли Бальдур проявится и станет вместе с ним Мир торжественен, яростен и не объясни Мир торжественен, яростен и не обрели С этим акомбонентом я боюсь не справлюсь С этим акомбонентом я боюсь не справлюсь Поэтому, пожалуйста, если можно приглушиться В такой обстановке, естественно, задрать глаза и увидеть парящего В небесах супер спайдер Айрон Бэт Мэна Который поет Я возникаю из темноты и вновь туда Шкаф чертик в ящик обратно прячусь Сколь уникален мой маскарадный камуфляж Столь настоящий, мой вид не зраче Я всем на зависть предел возможности Людской своей сверхсилы отодвигаю Но я терзаюсь масштабом миссии Такой я не миссия, так нафига мне? Но я терзаюсь масштабом миссии Такой я не миссия, так нафига мне? Я был ученый, в мозгу сложился с фактом факт И филом тельце вдруг мощь возникла Плюс облученный атлантов древних артефакт Ну и пришельцы, куда ж без них-то? Плюс облученный атлантов древних артефакт Ну и пришельцы, куда ж без них-то? О мир преступный, ему закоп вода с гуся Одно называнье, уж вы простите Вас совокупно, я спас ни цента Не прося мое призывание Герой спасите, вас совокупно Я спас ни цента, не прося мое призывание Герой спасите, каноном жанра Мон шерами не прикослов, амур не колет На шторс массивный Пусть благодарность не превращается в любовь Мы так бесполы, самим противно Пусть благодарность не превращается в любовь Мы так бесполы, самим противно Взорвется вечер, помрет закат, запахнет сном Погаснут очи обычных смертных Крадется нечисть в мир перевернутый Вверхном спокойной ночи А мне не светит Крадется нечисть в мир перевернутый Вверхном спокойной ночи А мне не светит, а мне не светят Беспечность старости года, где много денег А толку мало, я в целях этих Стараюсь, чтобы навсегда Добро нигде не торжествовало Я в целях этих Стараюсь, чтобы навсегда Добро нигде не торжествовало Теперь, в отличие от предыдущих апокалиптических, песня Постапокалиптическая И, собственно, что нужно делать после того, как все закончится А вот что Песня называется «Запуск» Кто у нас сегодня по свету Включайте небо, цвет голубой Время года, поздное лето Звукоэффекты, чайки, прибор Быстро запускайте массовку Все по местам, нормальный сюжет А иначе будет неловко Они придут, а города нет Скульпторы, да делайте внешность Ей белизны, загара ему Приплюсуйте глупую нежность Жесткость на нет, тоску ни к чему Срочно программируйте память Детство счастливый, юность шальной Встречу неожиданный танец Любовь морковь всю ночь под луной Через полминуты включаем Счетчик часов уже на нуле И опять начнется сначала С этих двоих Вся жизнь на земле Все-таки есть надежда Что? Но все-таки есть надежда Надежда, конечно Надежда есть всегда Вот такая песенка тоже про двоих Но совершенно про других двоих По сути дела Она основана Даже где-то Ну на самом деле Вот многие авторы говорят Что не стоит искать В их биографиях Источники текстов Я тоже так говорю Но в данном случае Действительно был случай Когда я с некой девушкой Загрудился во время похода В пустыню Нега И была некая пикантная подробность Оношившаяся потом Когда мы все-таки Смогли дойти до автозабавки Петь, как говорится Поход на двоих Или Ярына Сейчас По-моему, что-то встроилось Давай Кто-то Прекрасно На желтом полетне Простынном Узоры Черным и красным Это пустыня Позорном Глупом Несчастным Без воды До горизонта Нет ни души Кругом Падает солнце Пламенным утюгом На голову Источник ручели Устерики Найти бы Найти бы Войти отрастить плавники Ярыба 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 Мы вроде Не одни Ходили Но как-то Что-ли Отстали Опередили По факту К черту Устали Без воды Как ты Прижалась К камню Моей спины Экая Жалость Кажется Мы больны На голову Источник ручели Устерики Найти бы Найти бы Войти Отрастить Клубники Ярыба 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 Я рыба, я рыба, я рыба, я рыба, я рыба, я рыба, я рыба. И снова поворот, но что там за склоном, автозаправка за поворотом, легко нам, словно в заправду мы пришли. Без рюкзака жизнь вдруг налегке мила, что же за тяжесть там в рюкзаке была, бутылка с водой. Я рыба, 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 я рыба. О, Ярива, Ярива, О, Ярива, Ярива. Итак, у Стругацких есть прекрасная книга «Волны гасит ветер», где цитируется рукопись с сообщением, как бы древняя средневековая японская рукопись, где упоминается моллюск под названием «катацимури дако». По-японски это значит «улитко-спрут». По-настоящему так. И это якобы такой исполинский моллюск, который, когда он всплывает, люди теряют головы и начинают друг друга атаковать агрессивно, то есть полностью теряют сердце и социальность. Там это вплетено в сюжет. Рукопись очень правдоподобно стилизована, но, судя по всему, она создана Аркадием Стругацким. Юфонистом. То есть я искал «катацимури дако» в японском интернете и не нашел вот этого слова нигде. Так что я думал, что я ее стругацким выдумал, но, с другой стороны, какое отношение как бы вообще в действительности вообще все не так, как на самом деле. И вот под влиянием этой несуществующей рукописи я написал песенку, под названием «Баллада Млюски» или «Катацимури дако». Нашел герой Стругацких в пыли библиотек, фрагмент японской сказки четырнадцатый век. Про древнего моллюска, сулящего беду, я вам ее на русский сейчас переведу. «Катацимури дако» встречает иногда, он служит верным знакам, что близится беда. В своем роду последний, в хитиновой броне, он миллион столетий таится в глубине. Когда же он всплывает на сотни миль вокруг, брат брата убивает, идет на друга друг. «Катацимури дако» встречает иногда, он служит верным знакам, что близится беда. Кто сказку сочинили, пойди-ка разберись, рыбак с монахом или Аркадий да Борис. Но длит с собой до коле, он не нырнет назад, все дело в биополе, никто не виноват. «Катацимури дако» встречает иногда, он служит верным знакам, что близится беда. «Эфир наполнит лаем одних других мерзей, друзья мои пуляют в других моих друзей, а я над гугл-картой склонился почем зря, и тыкаю локатор в восточные моря. А вдруг не так все гадко, а вдруг благая весть? «Катацимури дако» «А вдруг ты вправду есть?» «Катацимури дако» «Катацимури дако» «Вот-вот, Горнагог, так, совершенно верно. Так, сейчас должен подстроить гитару на секунду, чтобы что-то случилось, а потом я вам расскажу добавную историю. Очень добавную историю. Знаете, если на концерте присутствует много людей, а остраивается только гитар, а то это не страшно. Так что я буду надеяться, что это не так будет обстоять дела в данном случае. Я хочу вас расстраивать. Все вообще. Клик. Кось. Очень короткое произведение с огромным количеством сюжетных линий. Часть это сюжет самого героя, часть других литераторов, которые там упоминаются. И вот там побочный сюжет есть такой интересный про спортсмена, который выигрывает соревнования. Это спринтер. И все его хвалят, и девушка его любит, и все такое. Но он невероятно стыдится, и не может ничего рассказать никому, потому что у него есть постыдная тайна. Когда он на беговой дорожке, в нем просыпается зверь, травоядное животное, которое преследуется хищником. И когда он бежит и бьет рекорды, на самом деле он спасается бегством от хищника, который его вот-вот сожрет, и которого видит только он. А получается круто, да? Но вот это такая постыдная... Вот у меня тоже есть своя постыдная тайна, я сейчас вам ее расскажу. Когда я собираюсь на концерт, я внезапно обнаруживаю с завидным постоянством, что мне нечего спеть. И от того, что мне нечего спеть, я срочно сажусь и пишу песню специально для концерта. Большая часть того, что вы услышите и не услышите, из моего импертуара создавалась именно так. И сегодняшний концерт не является исключением, и поэтому я предложу вашему вниманию сейчас песню, которую я написал вчера, потому что я понял, что мне нечего будет сегодня сидеть. Там во сне в старинном доме с миллиардом квартир, в гости к родственникам мертвым приезжают живые, а на улицах бушуют, выходя из картин. Пустоглазые вампиры под водительством вия, им бы, их бы с хохотом в зародыше поднять на штыки. А народы отчего-то приседают и гнутся, очень трудно во вселенной, где одни дураки. Но хотя бы сохраняется возможность проснуться От зари до темна, От побудки до сна, Ни покрышки, ни дна, Катись, моя горошина. Просыпаясь, ты уносишь телефон в туалет, Чтоб спокойно окунуться в социальные сети И мгновенно убеждаешься, что логики нет. Вот во сне она была, а тут ищи, и не встретишь. И прочтя пятьсот страниц, и не сказав ни строки, Ты, отчаявшись, бредёшь из интернета за чаем. Очень трудно во вселенной, где одни дураки. Кто-то слышит, не поймёт, так уж привычнее молчанье. От зари до темна, Только мне ты нужна. Ни покрышки, ни дна, Катись, моя горошина. Вот хороший человек в моей постели возник И заводит разговор о том, какой он счастливый. Но интимный диалог, переползающий в крик, Разрастаясь в три минуты, дозревает до взрыва. Как во сне у вас, вампиров, вырастают крыки. Кто-то чертит в вашем табеле кармический минус. Очень трудно во вселенной, где одни дураки. Особливо сознавая, что ты тоже один из. От побудки до сна Ни кола не рожна, Ни шиша, ни хрена. Катись, моя горошина. Дурость каждого правительства, коллеги, друзья, Как в письме царя Петра тебе дана в ощущенье. И тускнеет, усыхая, твое бедное я. Не найдя в себе способность представлять исключение, Только логике оставленной во сне вопреки. Появляется идея, демонстрируя кукиш, Кто же мудрый во вселенной, где одни дураки. Ни провидец, ни философ, а гороховый шут лишь. Ни покрышки, ни дна, Лишь земля и луна. Да дорожка видна. Катись, моя хорошая, Темнота, тишина. У шуток ты одна, Моя отдушина, Горошина, Горошина. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кто-то, чтобы мне, Мне принести чай, Мне очень приятно. Напоминаю, Находящихся здесь записках, Пустых пока. И теперь, Следующая песня, Она Внешне похожа на молитву, Но это не молитва, Это объяснение в любви. Вполне конкретное, Ее с конкретным адресом. Сохрани меня повсюду и везде, Под землей, под небом, в пламени, В воде, в безрожье, на тропинке, В болосте, в безрассудстве, В безнадёжности, в беде. В безрассудстве, в безнадёжности, в беде. Сохрани меня повсюду, Сохрани меня повсюду. Сохрани меня повсюду. Про меня не сочинят крутых легенд, Не отгрохают при жизни монумент. Я нелепый и слепой интеллигент, Из-под ручного застряпанный в момент. Из-под ручного застряпанный в момент. Так сохрани меня повсюду. Сохрани меня повсюду. Сохрани меня, сохрани меня, Сохрани меня повсюду. Мертворожденный, оставленный в живых, Я росток у небывалых ног твоих. Огради меня от гради грозовых. Эту жизнь я поделю на нас двоих. Эту жизнь я поделю на нас двоих. Но сохрани меня повсюду. Сохрани меня повсюду. Сохрани меня, сохрани меня, Сохрани меня повсюду. АПЛОДИСМЕНТЫ В последний раз по улице родной Я ухожу в изобитых сапогах Моя любовь последует за мной Мы встретимся на дальних берегах А если путь она не завершит То значит не любовь она была Спеши, пиши, секретарь души Записывай мои дела Спеши, пиши, секретарь души Записывай мои дела Сто лет работы, долгий выходной И не гроша в истертом кошельке Мои друзья последуют за мной В траве и бликом солнце на клинке Не выдаст Бог и друг не согрешит Клинок поранит, вылечит трава Спеши, пиши, секретарь души Записывай мои слова Спеши, пиши, секретарь души Записывай мои слова Я улыбнусь над дивной тишиной И в тот же час залает горчий пес Моя судьба последует за мной Я оступлюсь и камнем под откос Забвенье глаза припорошит Рожденье осколки подберет Спеши, пиши, секретарь души Дорогу на века вперед Спеши, пиши, секретарь души Дорогу на века вперед Ну и для того, чтобы Закончить это первое отделение И объединить все миры заодно Взболиваю